Хочу представить вашему вниманию розыгрыш на катушку SuperCast. Довольно-таки хорошая катушка для леща. Это вообще имба, ну и не только для леща. Вот она, нетронутая, прям вот только с завода в масле. Что нужно сделать? Все очень просто, довольно-таки. Давайте приблизим чуть-чуть браузер. И есть у нас 4 основных пункта. Первое, это быть подписанным на мой YouTube-канал. Обязательно прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Комментарии под именно постом в ВК. Написать свой никнейм, чтобы мне проще было выдать приз именно тебе. И четвертое, обязательно нужно быть подписчиком группы ВКонтакте. Вот всего таких 4 простых пункта. И ты можешь получить довольно-таки хорошую катушку. Тем более, если ты новичок, то для тебя эта катушка просто, ну, имба. Так что вот, как только будет 2000 подписчиков, сразу же в этот же день я делаю розыгрыш на эту катушку. Успей. Возможно, именно ты станешь победителем. Доброе время и суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова был Эльза. На сегодня старый острог. Ловим ротана. Пока ротан был один, только 3 рыбы. Ясь, карп и ротан. На поплавочку. Вот получается вышли с ворот. Прямо и сразу тут вот встали. Далеко бегать не надо. Е-3. Глубина метра 20, метр 15. Пока что-то не клюет. Дождь еще. Вот, попробуют постоять и день, и ночь посмотреть, когда лучше клюет. Вон, что-то на первую удочку садится. По чуть-чуть. Рую утопила уже. Какая за первой гнался. Вот, ротан. А тут не успеем. Мне тут тоже успел. Как локунь. И что-то и третью я уже не вижу, но уже поздно. Нормально. Вот, этот трофеев ротанов закрывает. В чате трофы есть. Поэтому тоже стоит постоять, попробовать вытащить трофы, думаю. Сейчас пойду, наверное, куплю нормальную поплавочку. Возьму бамбуковую вместо вот этой вот чудовищной вещи. Потому что она немного под другие водоемы заточена. А то их я поплавочек. В каком жанре? Что-то, блин, быстрее. Опа, что такое? Уголь. Зачетный. Давайте сделаем скрип. Весело. Уголь клюнул. Глубина метр двадцать стояла. Прямо под берегом, получается, взял где-то вот на таком вот забросе. Уголь. Интересно. Попробую постоять. Может быть, возьму третью палку, другую. Или бамбушку. Вместо нее поставлю, если будет неудобно. Он что-то уже опять берет. Ротан хороший. Нормальные ротаны довольно-таки. Показалось, что и тут уже нету, нету пловок на месте. Успокаивает после моря, на самом деле. Потому что что-то село уже тут. Ротан. Ну, ротан есть. Однозначно. Но только надо другую удочку. Блин, опять показалось. Ее можно прямо вот так вот забрасывать на щелчок. Давай чуть лески выпустить и ждать поклевки. Вон, что-то уже есть. Клев довольно-таки хороший. Под утро. Опа. Кто такой? Окунь хороший. Может, с трофейного окуня можно закрыть. Главное, чтобы мы снасти выдержали. А то тут у меня леска на 3,5. Можно, конечно, другую пробовать поставить. На остальных удилищах там более-менее вроде бы все цивильно. Тут 7,4 удочка на 8,6. И тут 8,6 удочка на 14. А вот везде вроде бы все стоит на отрыв лески. Но вот эта левая палка самая хлипенькая среди всех. Потому что я ее на 11 уровне вроде бы в награду получал. Ладно, попробует стоять. Уже он за 6 минут 9 рыб. Может быть, что-то и залетит интересное. Не заставило себя долго ждать. Залетел трофейный ротан. Чат немножечко плюсует. Что-то на левую удочку плюет. Сейчас покажу. Буквально прошло минутки 2 после того, как я запись остановил. И залетел трофей. У меня он, кстати, не был закрытый на остроге. Ну вот буквально за 9 минут на точке я закрыл трофея. Довольно-таки прям хорошо. Блин, что-то поклевывало. О, парк. И третья лунечка плюет. Ага, только я ее дернул, шуганул рыбу. Потому что надо было выпустить побольше лески, видимо. Это мне не совсем нравится. Эти вот катушечные удочки. Возможно, где-то, не знаю, на течениях на них можно делать просто проводку по течению подольше. Открывая катушку и все. Ну, либо же на каких-то там карпов делать дальние забросы. Опа, что-то клюет. Такое аккуратное. Либо что-то мелкое, либо что-то хорошее. Либо вообще просто какая-нибудь чепуха. Что-то непонятное. Лотва. 396. Но постою на точке все-таки до вечера. Отстаю уже. Хоть я и закрыл уже трофея за 9 минут. Но все-таки постою, посмотрю, что тут будет дальше. Может, это не один трофей. Наверное, сейчас вот это будет последняя поклевка. Я ее дерну. В обед не хочет клевать. Видимо, он клюет с утра и с вечера. Вот. Кто-то непонятный, кто-то ведет. Реску оторвало на этой удочке. Одел я поплывок. Не знаю, что могло оторвать, конечно. Но что-то конкретно оторвало. Минуты, наверное, я тут бегал. Туда-сюда. И вместе с поплавком произошел обрыв. Маленький ротанчик. Вот. Что-то вытащим убилища. Как-то так, что вышло за 24 минута 23 рыбы. Ну, даже угорь был на выползком. Довольно-таки интересно, что попал угорь. Ну и трофейный ротан, который у меня не был закрыт. Трофеи. Старый остров. Теперь у меня закрыт ротан. Приходите, пользуйтесь точкой. Закрывайте трофа также быстро за 9 минут. Всем у них восстание чешуи и синего трофа в ваш садок. Продолжение следует...